СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. 11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда. В студии Владимир Сметанин. И Светлана Лазанько. Добрый день. Приветствуем вас. Хорошего рабочего дня. По традиции начинаем с анонса второго часа. Света, наверное, ты это сделаешь, да? Да, вчера состоялась вторая встреча главы региона с журналистами кировских СМИ. И этот круглый стол был посвящен вопросам экономики региона. Собралось раза в три больше журналистов, чем в прошлый раз. Такая хорошая, мне кажется, продуктивная встреча произошла. И мы хотим обсудить ее итоги по следам вчерашнего мероприятия с Еленой Шмулевич, Еленой Жолобовой и Андреем Андреевым. Это редакторы и журналисты ведущих кировских СМИ. Собственно говоря, там, правда, было очень много важных вопросов. И вот подробности эти услышат наши радиослушатели во втором сессе. Попасть мог любой желающий журналист, любой. Встреча была абсолютно открыта с губернатором, да. Ну, а сейчас у нас в студии человек, который тоже открыт для общения всегда. И за это ему большое спасибо. Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. Владимир Валерьевич, добрый день. Добрый день, спасибо. Да, и мы сегодня поговорим, во-первых, начнем говорить в итогах проекта «Я повар». Это часть вашего большого проекта «Право на творчество». Но еще ближе к завершению первой половины дневного разворота попытаемся проанализировать, что же у нас с летней оздоровительной кампанией в этом году. Он тут отчет контрольно-счетной палаты появился. И, в общем, там много вопросов возникает. Итак, давайте начнем с проекта «Я повар», который, в общем-то, широко освещался. Ну да, спасибо. Да, и мы тоже хотим прикоснуться к этому. Спасибо коллегам-журналистам. Да, у нас совместно с компанией «Мегафон» в этом году большое направление «Я повар» было проведено. Да, мы надеемся, что это не заканчивается. Конечно, сразу у меня спрашивают, будет ли продолжение. Мы очень надеемся, что будет продолжение. Но у нас несколько ключевых мероприятий состоялось за последние две недели. Во-первых, у нас ребята съездили в Москву. Как бы мы можем отчитаться уже о поездке. И был большой мастер-класс совместной нашей победительницы и одного из шеф-поваров кировских для кировских журналистов как раз. В том числе и вас приглашали. Я сюжет видел, я сюжет видел. Был полный зал, просто те, кто пришли, они не пожалели, были в восторге и говорили, как бы ползом всем очень понравилось. Что касается того, что происходило в процессе реализации этой части проекта «Право на творчество», мне просто очень интересно. Мы тут обсуждали в редакции. Я бы хотела заметить, что освещение всего этого проекта, интервью с ребятами, фотографии, аутдомероприятия, то, что происходило, различные мастер-классы, встречи, очень хорошо сопровождалось публикациями, фотографиями, видео. Я посмотрела, что, наверное, такого количества информации и в интернете, как по этой части проекта, не было за все годы нашей работы в проекте «Право на творчество». Чья здесь заслуга? И кто писал материалы? У нас такой профессиональный вопрос. Ну, во-первых, за это время все-таки проект расширяется, развивается, появляются новые люди и подключаются. И очень многим не нужно объяснять, что такое вообще изначально проект для детей-сирот, для кого он делается. Поэтому там с каждым направлением у нас появлялось и количество людей, и волонтеров, в том числе из журналистской братья, назовем. Это первое. Второе. В этой части то, что существенную роль, на мой взгляд, сыграло, что это в своей части был один из проектов крупнейшей компании «Мегафон». И они очень гордятся тем, что этот проект вошел в новостную ленту федеральной повестки «Мегафона». И поэтому мы здесь... То есть коллеги тоже подключались к конференционному сопровождению и работали? Да, конечно, да. И в этом смысле у нас было большое количество и фотографов всегда, и людей, которые приходили с профессиональными фотоаппаратами. Но вообще, если взять группу «Право на творчество», то мы стараемся всегда по максимуму выложить там все мероприятия, для того, чтобы люди понимали. Все, кто за это время помогает проекту, кто развивает, там есть отчет о каждом мероприятии, о каждом мастер-классе, о количестве детей и так далее. То есть это все можно увидеть. И здесь у нас как бы два крупных партнера, если можно, «Мегафон» и «Агропромышленный холдинг Дороничи», за что им отдельное спасибо, потому что организация и возможность представления именно поездки в стулья Юлии Высоцкой появилась благодаря им, поскольку они являются партнерами вот этой линейки, линейки продукции Юлии Высоцкой, она производится здесь у нас, на фудзаводе. И благодаря им же у нас, помимо мастер-классов, ребята побывали на нескольких предприятиях, которые занимаются производством продуктов питания, в частности, на фудзаводе. Это было очень интересно, то есть не только готовить, но и посмотреть, как это делается профессионально. И вот, опять же, фотографии и отчеты есть. В группе можно увидеть, ребята, из каких детских домов где побывали, и им это было очень интересно, на самом деле. Давайте мы пройдемся по этапам буквально, потому что мы специально сегодня организовали этот эфир для того, чтобы дать такую объемную информацию, полную информацию о проекте «Я повар». Вот мы видим уже сформировано. В рамках проекта «Право на творчество» как появилась идея, что это будет теперь поварам. Давайте напомним, что у нас были музыканты, фотографы, спортсмены, гончары, керамисты, художники. У нас и техническое творчество было в лагерях. Я повар, то есть идея у нас возникла совместно с руководителем компании «Мегафон» здесь, Алексеем Жениховым. Огромное спасибо им за это. Который предложил подумать, то есть нам интересно было бы в этом направлении поработать. Давайте подумаем. И вот мы подумали, подумали, и вот было предложено такое направление, которое они поддержали. Как бы почему? Ну вот я скажу сейчас... Простите, Володь, что я прерываю. У нас просто вот началась череда таких моментов, таких эфиров, которые освещают благотворительную деятельность. Это все-таки служит на пользу развитию культуры самой благотворительности. Нюансы тоже важны. Вы обратились к компании «Мегафон» или компания сама инициировала свое участие? У нас как бы встречное направление было, на мой взгляд. Я не знаю, как это, ну, вот сформулировать и обозначить. Как вы с Жениховым договорились? Ну, возьмите, возьмите для себя ответственность. Мы давно, скажите, кто именно придумал. Мы давно, как бы, ну, во-первых, мы с Алексеем давно знакомы, и у нас, мы хорошо знакомы, да, вот. И эта компания, на самом деле, благотворительность просто не в таком, может быть, официальном виде, участвует давно. И как бы за что им огромное спасибо. Поэтому мы периодически общаемся и пересекаемся. Поэтому здесь были, ну, встречные направления. То есть, во-первых, у них есть свои, там, грантовые программы, которые они могут прописывать. Все это требует существенных денег, я должен сразу это сказать. Значит, любые организации поездок и мастер-классов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот, значит, компания «Мегафон» свою программу внутреннюю как бы прописывала. И мы обсудили, то есть, у нас вот есть возможность прописать участие в какой-то программе, в какое направление можно было бы взять. Поэтому вот мы сели и поговорили, какое можно было бы взять и почему. Здесь очень важна еще, на самом деле, роль самого руководителя. Потому что Алексей Женихов, он очень активный в этом смысле человек. Здесь огромную роль играет позиция руководителя и тех людей, которые с нами контактируют. Например, огромное хотел бы спасибо сказать Лене Черной и Насте Батиной. Это как раз «Мегафон» и компания «Дороничи». Это девушки, которые не просто там сопровождали все это, да, и помогали организовывать, но которые поехали специально на этот же мастер-класс в Москву вместе с ребятами и лично были там. Поэтому здесь, на самом деле, инициатива должна исходить от руководителя, но это должна быть инициатива неформальная. Мы сталкивались, знаете, сколько раз с вещами, когда там, ну, тоже, наверное, ситуация известная. Новый год, надо что-то сделать, да, то есть появляется некая разовая акция и надо там сделать выхлоп. Вот сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда начали обращаться, значит, там одна из компаний, которые занимаются то ли тренингами, то ли личностным ростом, да, значит, они у себя раз, там, дали задание, надо собрать определенную сумму денег, чтобы там, на благотворительность. Но потом эта программа там рассчитана на месяц. Все, после этого заканчивается, разбежались, там, следующая группа слушателей собирается. Ну, может быть, и хорошо, что деньги соберут, но, с другой стороны, вот это такой наскок, знаете, там, на детский дом, прибежали, там, подарили, убежали, это, ну, тоже... Нет, но, с другой стороны, если есть, с другой стороны, при этом есть и системная работа, целенаправленная, то пусть это будет. Пусть это будет, но если это будет в системе. Да, мы сейчас прервемся на полминуты. Здесь просто очень важно отметить, что это хороший образец того, как компания подключилась, был организован и прописан проект на целый год, реализован двумя крупными компаниями, получается, да, в поддержку этого проекта, и от первой точки, там, до последней точки, а, может быть, будет продолжение, мы сегодня узнаем, совместная работа проводилась, да, вот в тесном сотрудничестве. Надо отметить, что и в прошлом году тоже был такой прецедент. Крупная компания «Теле-2» реализовала проект по социальному предпринимательству, когда вот реализовывалось как раз право на творчество, спорт, там, да, тоже такая история была. Но немножко в другом формате, здесь более ярко и показательно. Сейчас прервемся и вернемся снова в студию. В итоге проекта «Я повар» в рамках большого такого глобального движения права на творчество мы подводим сейчас с Владимиром Шабардыным, уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Ну, мне кажется, как-то так резко очень стартовали. Может быть, напомним для слушателей, которые вот еще не в курсе, может быть, по каким-то причинам не слышали. «Я повар» — проект, рассчитанный на детей из детских домов. — Детских домов, школу-интернат, для возможности, ну, для их социализации, для того, чтобы они были лучше подготовлены к жизни, с одной стороны. — Умели готовить. — Умели готовить, да. И, с другой стороны, возможность выявления из них действительно ребят, которые захотят профессионально. И почему, Света задавала вопрос в первой части, мы там не ответили, там, почему возникла эта тема, да. Я уже говорил об этом, ну, одним из пунктов — это было то, что я очень много сейчас работаю с выпускниками детских домов, в частности, там, жилья и так далее, и вот бываю у них дома. И очень многие из них не имеют традиции, ну, вот, готовки дома. Вот этих семейных традиций, знаете, когда мы там все семьи, там, пельмени лепили или что-то еще, у них нет этого. Они много, несколько лет жили на полном гособеспечении, не было нужды, как бы, заниматься. Поэтому, когда они получают, там, свое жилье, и уже у самих маленьких детей, приходишь к ним и видишь, что у них или готовые замороженные полуфабрикаты, или лапша быстрого приготовления и так далее, и так далее, у них нет этого привычки, культуры, традиций и так далее. Вместе с тем, очень многие из них, да все они талантливы, значит, в той или иной степени. И вот это показал финалисты нашего проекта, значит, у нас очень быстро... Сколько всего детей участвовало? Свыше 400 детей у нас прошло через проект. Значит, в финале у нас была группа 86 детей, 6 таких больших направлений кулинарных, мастер-классы, 84 мастер-классы у нас состоялось, и 6 блоков было по разным вот этим направлениям. А какие, какие направления? Ой, там было, начиная от роллов и пиццы, салаты, хлебобулочные изделия, сладкие, кондитерка и так далее, супы. То есть, очень разные. То есть, все это можно увидеть, вот, Света, в такой... Да, да. Подарю. Журнальчик. Подарю. Это кулинарная книга. Кулинарная книга. Да, мы об этом вначале тоже задумывались, а что у детей останется. Поэтому мы выпустили вот такую кулинарную книгу. Я повар, в конце оставлены пустые страницы для того, чтобы ребята как бы... Рецепты записывали. Рецепты свои записывали. И здесь есть фотографии со всех мастер-классов, со всеми рецептами, которые там были. Все участники получили такую. Да, все участники получили, все детские дома получили, но еще некоторое количество у нас было передано как бы другим детям. Поэтому здесь у нас есть и с экскурсией, и, собственно говоря, все рецепты здесь есть. Начиная вот от супа там, значит, заканчивая... Вот космическая окрошка с нашим летчиком-космонатом Савиных на Истабенском УГУЦ ребята делали... Еще выплыв готовили. Да. С известным. Да, со Сталиком Ханкашиевым мы начинали это, кстати, готовить. И в конце, в итоге у нас состоялось осенью такой финал. У нас в финале были 9 ребят, которые по итогам этого обучения сочли шеф-повара, которые занимались. Да, а у нас на каждом мастер-классе присутствовали, скажем так, ведущие шеф-повара этого города. У нас в нашем проекте принимали участие Алексей Еремеев, царское село-шеф-повар, и Рафаэль Исламгалеев, который бренд-шеф всей сети системы «Глобус», там, вот все предприятия. Я вижу, Гауди здесь у вас. Гауди. Ну, очень много предприятий общественного питания, кафе, рестораны. Губернатор готовил с ребятами. Ну, вот как раз вместе со Сталиком Ханкашеевым плов, да. И очень мы хорошие отзывы получили от самих участников, скажем так, с той стороны. Им были такие позитивные отзывы получили о том, что для них это был новый, неожиданный опыт. Что вот такая детская аудитория, которая там впитывает как губка и готова учиться всему и очень быстро. И в финал у нас вышли 9 ребят, среди которых был такой финальный конкурс проведен. У нас в жюри были точно так же, Рафаэль входил в состав жюри. И мы смотрели, там был одинаковый состав продуктов, всем выдан, и ребята готовили. И, значит, по итогам, вот, огромное спасибо нашим партнерам. Была организована поездка в Москву в кулинарную студию Юлии Высоцкой для 9 участников. — Напоминаю проект «Едим дома» на НТВ. — Это у Юлии Высоцкой. — Да, значит, это самый центр Москвы, охотный ряд, то есть 2 минуты до Красной площади. То есть это просто ребята в восторге. — Как выбирали финалистов? Как вот 9 человек вышли в финал? — Я сказал, что вот те шеф-повара, которые проводили мастер-классы, они рекомендовали как бы ребят, которые, по их мнению, отличились. Вот, и учреждения точно так же у себя у нас, детские дома, как бы некий внутренний там конкурс тоже проводили и рекомендовали. Поэтому у нас в финале было 9 таких фантастических детей, которые, ну, я честно признаюсь, да, мы были готовы к тому, что уровень там блюд будет, ну, возможно, как бы, ну, главное участие, главное не победа, да. На самом деле мы получили уровень, как бы это вот не наши слова, это слова людей, которые профессионально этим занимаются, уровень очень высокий. То есть кто-то сделал соус там необычный. У нас были дети, которые сделали там фаршированные, вот дополнительно там было мясо, картофель, там еще, да, фаршированные помидорки черри. Вы представляете, что, как это, сколько трудов это нафаршировать помидорку черри. И все это там за ограниченное время, это полтора-два часа, вот, и для нас, конечно, было откровением там наши победители. То есть две девочки у нас, помимо поездки в кулинарную студию Ливысоцкой, они у нас, было двое победителей, которые должны были поехать на обучение, на курс обучения в Институт кулинарии МБА-Сити. Это очень крутой уровень, это профессиональное, вот это поварское искусство. Вот, и ребята поехали, получили сертификат. У нас было две девочки, одна девочка, это Наташа из Списинского детского дома, она 11-классница, она в этом году выпускается. И она уже получила сертификат? Она получила, уже, это я еще сейчас не назвал победителя, то есть, да, в 11-м классе уже получить сертификат, это очень круто, это правда. Она сможет с этим сертификатом пойти устроиться на работу? Ну, это не диплом, а в высшем, это, наверное, курсы повышения квалификации, переподготовки и так далее. Вот, но, а Наташа заняла второе место, а первое заняла место у нас Женя Гижевская. 12-летняя девочка, пятиклассница из Белой Холуницы. Вот такой клоп, как бы, но уже на этапе готовки, вот мы с Рафаэлем обсуждали, как бы, кто вот возможно, и мы обратили внимание, как она относится к делу. Вот, и вот это второй момент, мы выясняли, вот пока готовились уже, возможно, со скольки лет, возможно, обучение. И мы с обличением выяснили, что с 12 лет эти сертификаты могут даваться. Мы ее направили, поэтому она получила сертификат в 12 лет, вот, прохождение МБА-Сити. Поэтому у нее есть очень серьезный документ теперь на руках и там в портфолио. И когда мы обсуждали с девочками, вот именно с этими двумя, вот их впечатления, да, они, конечно, обе сказали, ну, во-первых, мы приехали, мы думали, что мы там будем только готовить, а это оказался очень серьезный курс, там, с утра до вечера, допоздна именно теории, вот, и такой готовки-то углубленной. То есть, там, мы, а практика была, мы соусы готовили, там, вот это, вот это, вот это, еще что-то. То есть, это действительно, это уровень не школы, а уровень института. Поэтому, ну, так и называется институт кулинарии. И поэтому у них это все осталось, это все записано, но мы сказали, опять же, Жене, которое было, возможно, сложно там, вот, в течение, она вечером садилась, и уже там, поздно ночью, она внимательно еще раз все прочитывала, то, что записали, то, что надиктовали, и вот это все перерабатывало, переваривало. И это, конечно, очень здорово, девчонки, под сильным впечатлением. Да, и в итоге мы решили, ну, собственно говоря, показать, что там не только, там, с наших слов о том, что ребенок-то замечательный, у нас было совместное предложение сделать мастер-класс с шеф-поваром одного из заведений, вот, Царское село согласился, Алексей Иеремеев, очень высокий уровень, я думаю, что там очень многие знают, да, был совместный мастер-класс, то есть, где могли все убедиться, что у нас там Женя не под мастерий, как бы, а такой полноценный, да, соратник шеф-повара, потому что там практически, Алексей говорил, направление, вот она говорит, так, это, 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 и там были интересные блюда, там и мясо, и казинаки из гречневой крупы, ну, какие-то так, очень интересные и простые, да, немаловажные. У нас была задача научить детей готовить из простых обычных продуктов, но очень вкусные блюда, поэтому, когда нам Алексей показал, как можно делать соус на основе вятского кваса, вятский квас, сусло, там, и еще там, пара секретных генеров, оказалось, что это очень просто, но при этом кажется, что это очень сложно, это изысканная кухня, и это очень вкусно. Это что-то вроде соевого соуса, наверное, получается, так? Не совсем, больше там с хлебным привкусом, скажем так, вот, с мясом, но очень вкусно, то есть даже на журналисты, например, там, Роксана, которая мясо не ест, как оказалось, она так с интересом блюдачей делала, потом я говорю, а пробовать, ну, вот, не ем, но очень вкусно, то есть, вот, ну, даже по виду очень вкусно, а в кулинарной студии Юлисоцкой тоже была ситуация, когда, ну, к сожалению, вот я до этого, я успел заскочить к ребятам и посмотреть на начало вот этого мастер-класса, у меня была командировка в Москву, то есть я на час заехал, но, конечно, конца я не дождался, когда этап, собственно говоря, дегустации, они говорят, очень-очень интересно, они готовили лапшу домашнюю, то есть вот раскатывали сами, учились это, и все ребята, да, огромное спасибо коллегам-журналистам, у нас одна из телекомпаний организовала прямую трансляцию, вообще прямая трансляция была из кулинарной студии Юлисоцкой, любой мог подключиться, наша телекомпания, девятка, наверное, потому что они это делают. Да, девятка, то есть они, спасибо им огромное, они организовали прямую трансляцию, приехал, как бы, журналист, оператор и вел оттуда прямую трансляцию, и у нас детские дома, все были на связи, видеоконференция, они все это смотрели, там, приветствовали, у нас на прямой связи, опять же, были несколько наших партнеров, вот, и шеф-поваров, ну, это такая, интерактив очень хороший был, очень, ну, большой, потом, ребят, еще, там, культурная программа была, ну, то есть, вот, приехали все под впечатлением, но самое главное, что, когда мы там выясняли, у нас и мальчишки были, значит, на этом мастер-классе, не только девчонки, да, у них у всех есть четкое такое, ну, мы надеемся, оформленное там понимание, что если это, там, не профессиональный путь, то очень близко к профессиональному, им это все понравилось, их это всех зацепило, они теперь понимают, как это может быть, когда, казалось бы, вот, мы немножко озадачились, когда мы боялись, что, там, кулинарная студия Высоцкая, туда же приезжает, ну, знаете, там, пол Москвы, такие, ну, там, дорогие, гламурные, вот, и, то есть, ну, не суп варить, да, скажем так, мне очень переживали, как бы, что будет предложено, вот, и там, когда первое, там, давайте начнем, там, с десерта, там, тирамису, тирамису, ну, что это, то есть, дома невозможно приготовить, а там был замечательный, как бы, как бы, шеф-повар, там, который с ребятами, он вообще оказался, знаете, такой, очень активный, там, молодой человек, который все шутками прибыл, но сказал, что это очень простые, там, из яйца, там, из белка, из желтка, вот это все было приготовлено, и мы все удивились, насколько сложные вещи могут оказаться простыми в приготовлении из простых продуктов. Нам нужно сейчас сделать выводы и уйти на рекламу, но я только хочу заметить, что вот, что получается из простой дружеской инициативы, потому что начало права на творчество музыкальное, это была команда «Облокоходцы», когда просто ребята решили, вот ты и твои друзья, собраться и дать возможность детям в детских домах играть, предоставив им профессиональную помощь. Итак, вот закончился проект «Я повар» в рамках проекта «Право на творчество». Следующий шаг в следующем году намечен уже? Мы думаем, я не буду пока, как бы, раскрывать все карты. Можно сказать, что будет продолжаться «Право на творчество». Во-первых, будет продолжаться, могу сказать, что в субботу мы съездили в Сосновку, и мы привезли новую ударную установку, мы поменяли электронные барабаны, которые были, потому что ребята их уже изыграли, там уже четыре группы созданы. Ушатали, а 14 декабря только что информация, приедут ребята из Верховонданки, выступать в Институте развития и образования, у них тоже образовалась команда, поэтому у этих ребят все срослось, все получилось. Поэтому мы очень надеемся, что в каждом новом направлении у нас будут дети. Предложения принимаются, да? Можно обсуждать вот с Владимиром Шабардиным, если кто-то сейчас слышит и готов подключиться. Мы готовы к любым предложениям любой организации, в любой форме участия, пожалуйста, мы готовы. Прервемся на короткую рекламу, после чего мы поговорим об итогах летней оздоровительной кампании с точки зрения контрольно-счетной палаты. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Светлана Занько, Владимир Сметанин и Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка Кировской области, вчера в общественной палате обсуждались итоги оздоровительной кампании 16-го и 17-го годов. В частности, анализировалась деятельность дирекции загородных лагерей за 16-й год и 9 месяцев 17-го года. Я там на части заседания была. Жаркие споры шли, я не знаю, чем дело кончилось, поэтому, собственно говоря, и пригласили Владимира Валерьевича, чтобы он озвучил, может быть, какая резолюция была принята и на что конкретно обращали внимание. Но цифры, которые приводились участниками вчерашней рабочей группы, они вызывали много вопросов. Вот основные вехи, можно так сказать, основные пункты, по которым шла дискуссия, пожалуйста, мы просим озвучить. Да, но резолюция итогов будет в общественной палате, как бы это все-таки перелогатива общественной палаты. Я правильно понимаю, что сейчас решается вопрос, быть дальше дирекции или не быть? Так стоит вопрос. Это не мы решаем, как бы. Георгий Андреевич Барминов вчера озвучил некие моменты, поскольку несколько месяцев назад дирекция была передана в загородных лагерей. В Министерство спорта и молодежной политики. Которую возглавляют. До этого была в другом ведомстве, да. И, конечно, ему досталось трудное хозяйство, тяжелое и с давней историей. И поэтому вчера было очень много вопросов. В том числе и Помаскин задавал. Человек, который в финансах очень сильно разбирается. Кто такой Помаскин? Члены общественной палаты. И Наталья Катаева, представители комиссии. Да, она вчера была. И такие достаточно жесткие вчера были формулировки и конкретные вопросы задавались. Но, во-первых, вопросы именно там дирекции задавать было некому. У дирекции за это время сменилось 4 директора и 5 или 6 главных бухгалтеров. Для того, чтобы было понимание, мы напомним радиослушателям, что дирекция загнанных лагерей была создана с небольшим годом назад. Два сезона летних. В апреле 15. Да, вот. И, значит, там такая была долгая история и трудное создание, когда говорилось о том, что мы не можем входить в летнюю здравоохранительную кампанию так поздно. Значит, при утрясании и каждый год у нас возникали новые вопросы. То есть сначала было сказано, что вот мы берем 8 лагерей, объединяем их в дирекцию для того, чтобы лучше ими управлять и так далее, и так далее. Поэтому мы создаем вот такую структуру. Подобные структуры, сразу еще хотел бы сказать, они с таким же по примерным названием, да, существуют, например, в тем не менее Пермском крае. Но при их создании было выделено дополнительное отдельное финансирование на их существование. В нашей ситуации это просто объединили там 8 лагерей и их бюджет. И из этих средств, собственно говоря, и содержится сама дирекция. При этом то количество ставок, которое называлось там, оно очень большое и так далее. Но что случилось через год? Через год было сказано, что мы не можем управлять такой махиной, поэтому 4 лагеря мы переданим в аренду. Из 8 лагерей, собственно говоря, 4 были переданы в аренду, при этом дирекция осталась дирекцией. В полном составе? Ну, в полном составе, да. Но сколько там штатных единиц в дирекции? Более 30 называлось. Более трех десятков. Да. То есть там очень много, но расходы на оплату труда за 8 месяцев составили 25 миллионов рублей. Это вообще дирекция там сколько, а в том числе расходы на оплату аппарата дирекции и так далее. Но я сейчас хотел бы не на эти ключевые, хотя там цифры, они такие очень приличные. Вопрос в организации, то есть 4 лагеря были переданы в аренду, ну, как говорится, там третьим лицам. На самом деле 2 из 4 лагерей перешли в аренду тем же людям, которые всегда в них работали. В частности, там строители «Живая вода». То есть только сейчас, значит, ежегодно платятся средства аренды, которые уходят в дирекцию, на мой взгляд, а не в полной мере на развитии лагеря. И вот мы об этом говорили. Еще раз, значит, вот какой момент, да, тут было 8 лагерей, потом, значит, год отработали, показатели были вообще не ахти. Главная цель, о которой тоже хотелось бы, чтобы мы поговорили, это создание методического центра, который будет разрабатывать современные программы. И вторая цель, это направление всей прибыли в инфраструктуру и материальную базу этих лагерей не были исполнены ни в первый год, ни во второй год. На втором сроке, что называется, сократилось в два раза количество лагерей под управлением дирекции, количество управляющих не сократилось, три десятка с лишним. Дальше, те, кто взял эти четыре лагеря в аренду, они в итоге вынуждены были направлять, Володь, направлять суммы оплаты за аренду в дирекцию, а не направлять на совершенствование матбазы. Понимаешь? Интересная какая история. Я бы хотел несколько моментов из отчета КСП взять, просто озвучить цифры и проблемы, о которых говорилось. По итогам хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2017 года получена прибыль в размере 857 тысяч рублей, дальше заметьте, учитывая практически полное поступление доходов по итогам летней и оздоровительной кампании и наличие постоянных расходов на содержание аппарата дирекции, имеются риски ухудшения финансово-экономического положения по итогам года. То есть КСП говорит о том, что деньги, которые собраны с лета, они уже собраны. За 9 месяцев прибыль составила там 850 тысяч рублей. То есть этих средств явно не хватит на подготовку лагерей к следующему году. Вот если все останется в том виде, в котором есть, более того, этих средств не хватит даже на содержание самой дирекции, ну, фактически на зарплату. Поэтому, когда говорится о том, что еще до конца года есть возможность там заработать, на чем? Это на нескольких десятках проданных путевок в те лагеря, которые могут принять в осенне-зимний период. И КСП говорит очень аккуратную формулировку, которая на самом деле, она очень серьезна. Далее, то, о чем говорилось в самом начале, еще когда был самый первый директор, мы говорили о том, что потребуются достаточно большие средства на то, чтобы... Ведь эти лагеря, они изначально не были частными, да, как бы там они в разной форме существовали. Значит, предприятием на праве хозяйственной ведения закреплено 189 объектов недвижимого имущества. Право хозведения в основном порядке зарегистрировано только на 8 объектов. Для того, чтобы зарегистрировать вот именно на дирекцию право хозведения на объекты, то есть это бумажная работа, оформление бумаг, требуется 3 миллиона 960 тысяч рублей, регистрация одного объекта 22 тысяч рублей. То есть 4 миллиона потребуется только на то, чтобы в бумажном виде переоформить эти объекты. Еще один существенный момент. Что касается аренды, и об этом я вчера говорил, значит, аренда у всех, вот у лагерей, там практически у всех, за исключением одного, был срок аренды до 30 ноября, то есть на 9 месяцев, до 30 ноября. Мы понимаем, что при таком сроке аренды ни один нормальный арендатор не будет вкладывать большие средства в развитие. Более того, на сегодняшний момент ни один договор не продлен. Ни один. То есть в этой ситуации... Декабрь месяц. Декабрь месяц. А еще там интересный был момент, что планировалось созвать совещание рабочей группы по планированию нового летнего сезона в апреле месяце, кажется. И претензия была, что в апреле уже поздно. Уже поздно, да. Но вот на настоящий момент мы понимаем, что эти лагеря, они должны быть охраняемы. В них должны расчищаться пути подъезда, допустим, пожарной техники, даже в зимний период. И есть определенные требования. Но охрана какая-то должна быть сторожа. Это сейчас, на это требуются затраты. То есть если до этого это были затраты на арендаторах, поскольку аренда не продлена, то это все опять же ложится на дирекцию, это дополнительные расходы. Вчера были озвучены проблемы по скважинам водоснабжения, очень серьезные по оформлению соответствующих документов. И насколько они будут оформлены к новой летней оздоровительной компании. И еще один момент, это как раз отчетности. Вот за все это время мы сталкивались с отчетностью, ну скажем так, которая была не совсем точна. Я сейчас буду аккуратен в формулировках, я зачитаю вам, есть время, да, минуту, да, очень быстро. Значит, опять же, из отчета КСП. Значит, в целях обеспечения отдыха оздоровления детей законам Кировской области об областном бюджете на 2017 год предусмотрено представление субсидий юридическим лицам на возмещение части стоимости путевки. Да, если путевка стоит там 18 600, например, то родители за нее платят 11 или 12, а остальное это субсидия, которая возмещается из бюджета, да. Порядок предоставления субсидий юрлицам утвержден по ставлению правительства Кировской области от 12.04.10. Проверкой конкурсной документации на представление субсидий установлено, что в Министерственном образовании были определены условия получения бюджетных средств, не соответствующие порядку. Дальше. Кроме того, в конкурсной заявке дирекции указаны недостоверные сведения об отсутствии на 1 января задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в бюджеты бюджетной системы, хотя в бухгалтерском учете числена задолженность по налогам и взносам 571 тысяча рублей. В соответствии с порядком, и дальше жирно выделено даже в этом отчете, в соответствии с порядком наличие задолженности является основанием для отказа в предоставлении государственной поддержки. Получается, что у нас по большому счету встает вопрос по здоровительной компании следующего года, если у нас положение в дирекции будет оставаться таким же с существующими задолженностями, и вопрос предоставления субсидий в следующем году. Если в этом году это прокатило, по большому счету, и указано там... Субсидии это часть стоимости путевки. Вместе с тем, если мы зайдем сейчас на сайт дирекции, там уже продаются путевки на 2018 год, по цене 11 тысяч рублей, рассчитывая на то, что будет возмещение из бюджета. Два момента мы сейчас завершаем. Два момента. Георгий Барминов сказал, что все будет хорошо, и без сучка и задоринки пройдет следующая летняя кампания оздоровительная в дирекции загородных лагерей. И так и не было, я так понимаю, ответа на вопросы, которые Наталья Катаева все время задавала. Зачем? Зачем она вообще нужна? И не надо ли ее срочно ликвидировать? Вот этот вопрос, видимо, будет обсуждаться в ближайшие несколько дней в соцблоке нашего правительства. Посмотрим, чем дело кончится. Но вот вопрос, а зачем и какой эффект... Этот вопрос я задавал с самого начала, еще с момента возникновения, задаю третий год. Он остался. Он остался. Спасибо. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, был у нас в гостях. Мы с Володей не прощаемся. В начале следующего часа снова в дневном развороте. Продолжение следует...